МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, насколько вы следите за... Я знаю, что вы не являетесь прям таким вот потребителем медийной продукции, там, не особенно смотрите телевизоры, читаете издания. Ну, так, по мере возможностей. Да, ну, вам есть чем заниматься. Я это имею в виду. Тем не менее, наверное, вы знаете, что у нее там сложный был там, ну, где-то последний год, потому что она выступала в Киеве. Да, она извинилась от имени всех российских музыкантов, что они не поддержали Майдан. После этого у нее... Через сложности. Начались сложности. Как вы считаете, вы же очень хорошо знаете, она это сказала... Вот, потому что часто человек оказывается в каком-то контексте, всталовке. Вот человек в Киеве. Вот вы же в Киеве тоже выступали. Ну, и неоднократно, да, вы, конечно. Вот человек поддался какому-то настроению, или это было обдуманное заявление, как вы считаете? Мне кажется, что в своем заявлении Диана хотела поддержать, в первую очередь, людей, ставшими волей-неволей заложниками ситуации, в первую очередь, мирное население. Мирное население, которое приходит на концерты, которое любит музыку вообще. Вот, мне кажется, что там никакой политической подоплеки не было. Это общечеловеческие были какие-то высказывания, и пожелание... Пожелание, скорее, к нам, к россиянам, оказывать моральную, какую-то духовную поддержку мирному населению, нашим собратьям, нашим соседям ближайшим. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».